Генеральный партнер программы Здравствуйте, в эфире деловые новости. В студию работает Владимир Беляков. ТАСС сообщает. Курс доллара США сегодня существенно упал в Токио на фоне тревожной реакции инвесторов на взрыв в метро Санкт-Петербурга. После взрыва в России, отмечает информационное агентство Киода, инвесторы стараются избежать рисков и покупают японские иены, как относительно безопасный финансовый инструмент. Интерес к долларам снижается также на фоне беспокойства, которое вызывает политика президента США Дональда Трампа. Кастак сообщает. Председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян и президент Республики Молдова Игорь Дадон подписали меморандум о сотрудничестве. Согласно документу, стороны намерены сотрудничать по следующим направлениям – региональная экономическая интеграция, торговая политика, таможенное регулирование и другим. Как указывается, целью сотрудничества является содействие развитию всестороннего взаимодействия между государствами-членами Евразийского экономического союза, Евразийской экономической комиссии и Республикой Молдова для увеличения объемов взаимной торговли и инвестиций, реализации мер, направленных на устранение барьеров, препятствующих развитию торговли и привлечению инвестиций, а также для более тесного сотрудничества по направлениям, представляющим взаимный интерес. Президенты Путина и Лукашенко уладили энергетический спор, сообщают в Вести экономика. Россия и Белоруссия урегулируют спорные вопросы в нефтегазовой сфере в течение ближайших десяти дней. Об этом Владимир Путин и Александр Лукашенко заявили в рамках совместного заявления для прессы по итогам российско-белорусских переговоров на высшем уровне, прошедших накануне в Санкт-Петербурге. Агентство «Спутник» сообщает, Казахстан рассчитывает побороться с Россией за рынки сбыта нефтепродуктов после модернизации НПЗ, сказал вице-министр энергетики Республики Казахстан Асет Магаов. «Европа снижает потребление нефтепродуктов, при этом объем производства в России остается на высоком уровне. То есть потенциально после завершения модернизации наших заводов у нас будет определенная конкуренция с российскими продуктами за рынки сбыта, как внутри Казахстана, так и за другие рынки», сказал вице-министр на брифинге в службе центральных коммуникаций. В Астане рекордно подешевели многокомнатные квартиры. Средняя цена предложения остановилась на уровне 352 тысяч тенге за квадратный метр. Сообщает аналитическая служба KNKZ. Мониторинг рынка вторичного жилья Астаны за неделю с 27 марта по 2 апреля показал, что основное снижение цен наблюдается на двух-, трех- и многокомнатные квартиры. По данным портала, за неделю однокомнатные квартиры подешевели почти на 3%, двухкомнатные на 4%, трехкомнатные на 4,6%. Тем временем, пятикомнатные квартиры снизили в цене почти на 10%. Также отмечается, что средняя цена единицы площади дорогого жилья в целом по городу прослеживается на уровне 490 тысяч тенге, дешевого – 247 тысяч тенге. Купить квартиру в Астане предлагают в среднем по городу за 25 миллионов 602 тысяч тенге – минус 4,73%. И полезная информация от нашего партнера. Кредиты без залога для юридических лиц под обороты – овердрафт. Выгодные процентные ставки – оперативное рассмотрение. Банк Касанова. Обращаться по адресу проспект имени Алии Молдогуловой, 44. Это в бизнес-центре «Ренессанс». Дополнительную информацию можно получить по телефону 595-595. Это были деловые новости. Всего вам доброго и до свидания. Генеральный партнер программы – акционерное общество «Банк Касанова». Удобный депозит «Банка Касанова». Снятие с депозита, не заходя в отделение. Просто переводите деньги на свою карту. Пополняйте депозит онлайн. Бесплатные переводы с карты любого банка на депозит. Конвертируйте деньги в интернет-банкинге 24 часа. Банк Касанова. Выгодный, удобный, надежный депозит. Звоните 595 с мобильного бесплатно.